Приветствую вас. Конечно же, лучше будет узнать у вас, сколько вам лет, прежде чем отвечать на вопрос, потому что это вас. Если вам больше 18 лет, и вы переживаете так из-за того, что у вас умерла любимая кочка, то, соответственно, вы чрезмерно были привязаны к ней на эмоциональном уровне. И, с точки зрения психологии, это говорит о единственном предмете, приложении вашей энергии, вашей активности. Да, животных нужно любить, о животных нужно заботиться. Да, много беззащитных животных есть в мире, но также есть много и беззащитных людей много в мире. И, понимаете, такова реальность. То есть, да, это несправедливая, сыровая, жестокая реальность, но она такова. И все, что мы можем сделать, все, что вы можете сделать, это взять себе одну, именно одну кошку еще, и дать ей достойную жизнь. Почему одну? Потому что, если вы возьмете несколько кошек, то это уже будет жизнь для кошек, а не для себя. Ну, просто потому что кошкам нужен корм, просто потому что им нужен уход, нужна забота, это сырка довольно много. Вот. Поэтому, возьмите еще одну кошку, котенка, и сделайте его своим любимым. В память о той кошке, которая умерла. Это лучше, чтобы вы можете сделать. С одной стороны. С другой стороны, нужно обязательно проанализировать, почему вы так вот реагируете на проблему. То есть, ну, понятно, кошка умерла. Ну, когда не да. То есть, если неделя, например, или пару дней, то ваша реакция нормальна. Если месяц, например, или два месяца, то это уже, конечно, не совсем нормально, и тут уже нужно смотреть, что с вами, почему так, почему такая реакция, и так далее. Что вы можете сделать? Вы можете сейчас отвлекаться, вот это отвлекаться на все вообще, на своих родных, на своих друзей, на любимые дела, на хобби. Просто отвлекайтесь, получайте новые впечатления, старайтесь, по крайней мере. Новые впечатления, они помогут вам вычислить то эмоциональное, убрать то эмоциональное, что вам мешает жить, ну, такой, скажем, ну, полной жизнью, да, не в постоянных слезах, не в постоянных переживаниях. С другой стороны, если вы вообще такая чувствительная, то чувствительность может быть следствием того, что вы все принимаете на свой счет. И, соответственно, если вы все принимаете на свой счет, значит, вы недостаточно в себе уверены. Если вы принимаете на свой счет, значит, у вас довольно сильно развита вот эта вот надстройка, да, то есть, что я должна, я должна защитить, я должна, там, позаботиться, например, об этих животных, я должна сделать так, чтобы никто не умирал, и так далее. Соответственно, подумайте, если бы ваша кошка не могла бы умереть, была бы она кошкой, то есть, была бы она живым существом, если бы она не могла умереть, подумайте. Именно вот в рамках той реальности, в которой мы живем сейчас. Да, понятно, что может быть такая история, там, про двоеобразление жизни, там, что-то еще, там, клонирование, омоложение и так далее, все туда. Да, но, речь идет именно об этом, то есть, вот, речь, речь именно об этом. Бывали бы кошка, ваша кошка, если бы не могла умереть, подумайте, подумайте об этом. Ну, а по поводу вашей чувствительности, то есть, вот, почему вы так чувствительны, с этим нужно разбираться. По мне вероятно, что у вас сильно разница чувственная ткань, но при этом, при том, что у вас сильно разница чувственная ткань, что-то чувство, желание, там, эмоции, вы не умеете их обеспечивать, свои желания и эмоции, и не умеете их контролировать, опять же, свои желания и эмоции. И отсутствие контроля приводит к такому вот поведению. Чтобы контролировать, нужно на что-то ориентироваться. То есть, ориентироваться на ценности, на определенные идеалы, на убеждения, на принципы, на взгляды ваши, знаете. И этим же будем руководствоваться при совершении выбора. То есть, вот вы говорите, мне плохо, он постоянно о чем-то переживает. То есть, это может быть приводное состояние, да, из-за того, что вы лечили домашнего питомца, который вам что-то давал. Соответственно, что он вам давал? Почему он только в нем бы это получал? Почему вы вообще стали зависимы от своей кошки настолько, настолько сильно? Вот. То есть, вот именно такие аспекты, я думаю, важно выяснить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, нужна будет поддержка, помощь. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...